Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами по-прежнему Форс и Каспер, и да, мы бессменные пока что. Комментаторы этого европейского дивизиона, отборочных на манильский мейджор, ноу-диги типа Урэнджерс, вторая карта, 1-0 пэры летят. Очень похожая, я так понимаю, будет карта, 50% пика и то, и другой команды вообще не поменялось, но, по крайней мере, тут есть хорошие геймчейнджеры, и это тоже делает игру очень красочной. Магнус и Нигма добавились. Причем, да, причем они присутствуют и у одной, и у другой команды, за такими матчами зачастую приятно наблюдать, просто потому что есть шанс всегда, почти в любой ситуации, перевернуть. Ну и давайте сразу же начнем традиционно с представления коллективов. Синдерен вновь на бинге, Койкова вновь на... Нет, это не Койкова, там и Обзор играл на Виномансере, и в этот раз играет Койкова на Виномансере, и Обзор, и Нигма, да, Эра у нас будет катать на Клинксе, и Кезу Фейслес Воид. У команды Power Rangers, J4 на бейне, Гадем на Спектре, Бигнум на Думе, Эрайза на своем любимом Магнусе, Чеширский код на Нейчерс Профити. Действительно, вроде как сигнатурочка Эрайзовская. Вот подъехал этот Магнус, посмотрим, как круто он отстоит в центре. Стоять ему предстоит против Виномансера. Очень противного персонажа. Вообще, веник вот в миде, он такой, он мерзкий очень. И урона очень много наносит, и вот этими вардами своими с ядом. Там постоянно нужен какой-то подригенчик. Главное, поначалу этим Виномансером вардами не фидить. И на топе сейчас, кстати, будет возня. Два героя на Удигите находятся в боте. Похоже, опять баунтируны отдают на Удигите сопернику. Но сейчас действительно это не так важно, потому что экспы ты не получаешь. Да, по сути, там сотка золота, это не так принципиально важно. Два крипа в миде за динайл, и ты уже, ну, как бы переигрываешь, можно сказать. Потому что ты еще экспы лишаешь. Тут вот, возможно, стоит посмотреть, провести какие-то параллели с приобретением дополнительных артефактов на эти 100 голды. Чтобы суппорт, например, имел лишний опс, хотя опсы и так закупаются со старта обычно. Может, там фейрифайр, я не понял, манга какой-то, чтобы можно побыстрее было себе притарить. Потому что действительно, с экспой все понятно, зачем она нужна. То есть ты получаешь доминацию на линии за счет лишней способности, чуть раньше, которая появляется. А что делать с лишней соткой голды, это не так принципиально важно. Бигнума хотят наказать. Он там поставил сентри вард, который, кстати говоря, блочит спаун. Я-то думаю, что это за странный сентри вард? Он мог бы еще и этот опс задивардить, но он не в курсе, Бигнум, в смысле, он не в курсе, что там стоит вард. И в итоге, я так понимаю, он действительно блочил спот. Синдерен так поставил вард, что не намного дальше от того сентри вард. Не знаю, блочит. И он тоже, походу, блочит. Смотри, Синдерен так его раздивардил, что... Да-да-да, он сам заблочил себе спаун. В итоге получился косяк. Шило на мыло получилось. Но, по крайней мере, Doom не раздивардил бы этот вард, хотя он и не в курсе был, что там стоит вард. Он бы и не посмотрел туда физически даже, потому что нужно подняться там на холмик, на какой-то прям на совсем высокий, на вот этот, например, и тогда, возможно, бы увидел. Но, ладно, это уже отдельная история. На топе у нас пока что эра стоит на клинксе вроде бы неплохо, но вот подтягивается туда Doom. В итоге фурионы тут не понапрягать. Вот эта венга, она в соло никак не может с этой задачей справиться. И вот тут как раз проявляется слабость небольшая этой энигмы, потому что обычно у нас есть два суппорта, которые могут прийти на линию и навешать. Здесь пока только один суппорт. Это венга. Не самый сильный суппорт, скажем прямо. С руки она бьет на маленький рейндж. То есть фурион, пока венга будет бежать, он ее уже дважды успеет ударить. И пеньки, соответственно, могут понапрягать. Короче, могут быть проблемы с лейнингом на этой почве. Да, и винномайнсера, кстати, легко очень убивать. Героя, который не имеет совершенно эскейпа, как и инвокер. Разве что у него есть танго, чтобы прокушать спруты. Пока у Чеширского кота нету спрутов, но на четвертом левеле он уже сможет прилететь куда-то и помочь. Учитывая, что и Бигнум там тусуется в лесах у команды на Удигите. Мешает всячески фармить ей взору. Потому что тут сейчас Кезу внизу очень сильно принимают. Он, конечно, будет пытаться уйти, но, вероятно, а хотел сказать, поймает слип. Но бейн первого уровня, поэтому никакой слип он там не поймает. Урона лишнего не получит. В итоге Войт выживает. Тратит хилинг селф и опять в строю. Да, но в этот раз у него не так все хорошо. То есть Бейн его более качественным образом подзонил. У Кежа уже и регена не так много на второй минуте. На третьей минуте он одну пачку танго уже полностью съел. Да и по крипам пока он не так сильно спектру напрягает. Он старается бороться с G-4. У него нет баши второго уровня. 15% уже дважды за 20 секунд срабатывает именно по годдему, когда он его хитает. Ну ты посмотри, какой он размах берет. Конечно, там срабатывает. Видишь, он прям с плеча рубит. С плеча, да-да. Кстати, этот, что там у него? Таймбрейкер. Да. Тот самый. Причем пожелание от человека, которому подарил. For extra luck. Действительно работает. Работает. Похоже на то. Похоже на то. Эра на топе фармит. Фармит очень много. Конечно, не так много, судя по всему, как спектра. Я что-то не замечаю. Да, не так много, как спектра. Но все равно он своих крипчиков там добирает пока что. Но Enigma не помогает нигде. Она фармит исключительно сама. Я так понимаю, здесь снова будет вот эти вот знаменитые гривзы плюс пайп. Сейчас бы обмазаться гривзами и пайпом. Там, кстати, у Бэйна проблемы. Еще бы один таймлок сработал. Войт бы просто его потушил. Вот, я хотел сказать по поводу Enigma. То есть, герой здесь, в принципе, плох. Есть три персонажа, которые пробивают Enigma даже в БКБ. То есть, это Бэйн, Магнус и... Ну, РП дать сложно. Ты прыгаешь, чтобы дать РП и попадаешь в БКО. Я про то, что даже гипотетически. То есть, если Enigma будет инициировать первое и в Магнуса не попадет, то Магнус с блинка там за спину может ей нырнуть и, соответственно, дать этот реверс полярити. То есть, это тяжело, но это реализуемо. На всякий пожарный. Так, да, у нас там... А, ну, Бэйн на нейтралах там отдался, ничего страшного. И это действительно тяжело, когда ты играешь на ними. Поэтому я еще больше становлюсь сторонником Блинкдаггера. Потому что, когда ты в такой ситуации будешь терпеть и пытаться зайти пешком, у тебя вообще ничего не получится. Никогда и нигде. У тебя Бэйн просто душить с подхода начнет, и ты этот Блэкхолл в жизни не вкостоишь. Единственный вариант, это просто влететь хотя бы там 2-3 секунды, сколько получится. Ну, не забывай еще про хроносферу. Первым инициировать будет именно Void. Я думаю, что он будет влетать и ставить сферу сам. И под нее уже можно как-то там поиграть. То есть, поставить с поля и потом скастовать Блэкхолл каким-то образом. Ну, ты пока смотри, ты если будешь, допустим, собирать эти там пайпы и прочую непонятную фигню, у тебя стоит, допустим, в драке вот такая хроносфера, тебе ее надо обижать, еще что-то сделать. Кстати, неплохо сейчас эру понапрягали, но, видимо... Роман, я сам на Энигме играю через Мидас Блинк. Ты можешь мне не рассказывать. Вот, 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 ты молодец. Но это профессиональная дота, тут немножечко другая, другие цели ребята преследуют. Сейчас Энигма делает телепорт на бот, при этом прожав Солринг. Странно очень, чтобы не тратить ману на ТП. В итоге, ну, на прокастому... Не, на прокастому, кстати, не хватит. Да, ну, сейчас как раз дотикает, пока добежит. Три сотки ему нужно, чтобы вызвать Эйдолонов, Покот. А, там у Войда Хроносфера, между прочим. И могут реально убить даже без Санстрайка в этот раз, которого не будет. Ставится Хроносфера, Террорчик, Эйдолончики, Станно и летит все отлично от команды. Но Диггити делает Ферст Блад снова на сейфлейне, снова на Гаддеме. Бедный Гаддем. Зато на ТОПе там Фреон с двумя пачками этих пенечков подходит к вышке. Да. Начинает эту вышку ломать. Очень уверенно, кстати, он ее пушит сейчас. Клинкс вообще ничего там сделать не может. Койко с дабл дамеджем. Но без толку. Вообще ему что-либо тут пытаться предпринимать. Мы видим, на шестом уровне Веномансера у нас никогда эту ультимативную не качают. Ну, потому что ты вроде как сам пытаешься контролировать ход замеса. И ты понимаешь, что я вот вроде не собираюсь драться, но есть всегда одно но. Могут собираться подраться с тобой, а ты будешь не готов к этому моменту. Польза нового в этом моменте ничего, конечно, не решала. Я вообще про то, что зачастую, да, она не решает. Но вот я вспоминаю Сенкинга, знаешь, который в лесочке тоже девятый уровень. Девятого левела, да. Да, вот те самые. Такие знакомые ребята нам, да. Вот это реально странно. То, что не качать на поезду нового на шестом левеле, это вполне нормально. На топе могут попытаться убить Эру. Детекшн есть. Есть, да, детекшн есть. Просветили клингза. Нужны спруты. На спруты маны нет. Сейчас появится. Работает торгов Веном. Получается убить. Дум там бешеный, опять-таки, с виндлейсом, транквилами. С подожженной землей бежит, как, не знаю, собака за мусоровозом. Как-то странная аналогия с утра приходит, но... В принципе, норм. Так вот, вообще, Дум нынче очень, скажем так, популярный персонаж. Вот эта сабля его, она просто бешеная. И зачастую даже билды вот через эту саблю идут. То есть, там земля, например, качается второго-третьего уровня, а потом уже сабля максится для того, чтобы ты просто подходил. Зависит, конечно, еще от пика противника. Если там есть какой-нибудь жирдяй, чтобы просто разок вмазать его, и он горит. Или медведь какой-то. Да, размахивается Дум долго, но демэдж наносит очень приятный. Даже на первом левеле действительно Инфернал Блейд хорошо смотрится. Так, что у нас по артефактам у этого Махнатика, Магнус, который у него, уже готов Блинк, если что. Хороший тайминг Блинка от Эрайза. Он не нуждался в покупке Аркантапок, судя по всему. Прекрасно обузил Боттл, там контролил руны, имел один фраг вместе со своей командой, сделал его. И имеет на данный момент Блинк, отличный айтем для инициации. Можно попытаться где-то подраться, если захотят это сделать. Да, при том как раз РП уже готово. Вообще все готово. То есть можно нападать. Вообще смело нужно нападать. Мне очень нравится, хочу отметить скандала, как он играет на Магнусе. Это самый такой, знаешь, как это сказать, неэкономный Магнус на свете. То есть он просто влетает постоянно везде с этими реверс-полярити, делает там один-два фрага, без разницы. Но он их делает. Вижу враг, не вижу препятствий. Да, 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 да. И иногда, я бы сказал не иногда, а зачастую. Это правильно, потому что враг может просто не ожидать такой прытия от тебя. Стоит такой виномансер на Амиде, думает, сейчас змей покидаю. Тут неожиданно на тебя прыгают с реверс-полярити, увозят тебя на свою сторону реки. И уже все. Уже ты как бы думаешь, что не в то время, не в то место ты оказался. Кстати, очень правильно микрит, то есть он, смотри, уворачивается от этого ганга потенциального, от потенциального РП в него, плюс кивер, который Айза может заюзать. И просто издалека стоит, ставит змейки. У него, к тому же, есть еще и в ботле хоста. Да, смог уже кончается. Нету возможности выйти как-то незамеченным Айза сюда в мид, а Койко продолжает тавер-дефендиться просто. Да, знаем такие вещи. Ну, это простой и очень серьезный, то есть его нельзя допускать, и мы видим, что... Очередной смоук прожали. Очередной смоук, да, очередной смоук. Ради одного фрага в миде, очень спорно, но ребята сбегают в лес и находят Синдерена. Ох, это явно не та цель, которую хочется убивать, им не тратят ЦРП. Сейчас его увезут на скивере, брейнса, прожали. В итоге Бейн забирает фраг, а в миде все так же стоит Койква, все так же расставляет ворды, которые очень сложно убивать пеньками. Их придется руками убивать, а они уже четвертого левела. Ну, тут все равно, тут Роджеревички, и вот тут же Хуреон уже имеет неплохой дэмэдж. Хотя, да, вордов реально уже слишком много стоит в центре, поэтому воевать с ними... Воет с Мидасом. Обратите внимание, он давно его купил, но что-то там происходило, поэтому не отметили мы это с тобой. Он вполне имеет право обзавестись хорошими айтемами, ровно как и тогда. То есть тут Вангуард, может, мы от него не увидим, но вполне вероятно, Манта плюс Дефьюжил Блейд может быть. Может быть даже Радианс, если у него появится, если у него действительно будет желание это купить, и будут деньги, и будет такая ситуация на карте, потому что никто из его команды Радианс покупать, естественно, не будет. То, что Гадем сделает Радианс или не сделает... Вообще, кстати, Радианс спектры можно легко сконтрить другим Радиансом. Причем нормально так сконтрить, как Алхимик. Тоже покупает Радианс раньше, ты юзаешь Хаунд. Иллюзии тоже этим Радиансом прожигаются от Алхимика. Если вы компактненько стоите, то они там мажут, Дизолейтом не бьют, хотя саппорты, конечно, прогорают. Неприятно все равно. Саппорты всегда прогорают, у них работа такая, прогорать. А вообще, Войт, ты посмотри, он вообще идет на первом месте по Нетворсу, причем даже с небольшим отрывом, и этот Мидас только поможет ему продолжать дальше с этим отрывом уходить. Так что нужно, я не знаю, как ТПР-ом менять сейчас ход сражения. Вот 28 секунд до следующего реверс полярити, и, возможно, стоит сейчас потихоньку выбивать хотя бы с Рошана. Ну вот это нагло. Есть инфа, есть инфа о том, что Рошане люди. Это большая авантюра от команды No Digity, они юзают террор, террор третьего левела. Конечно же, Эра очень быстро этого Рошана убивает, но у него мало маны. Придется прожимать соулринга, это потеря по хп-шкам будет сейчас, его мазнули ботлом. И команда Power Rangers, имея супер-глобал стратегию, никак не реагирует. Мне кажется, это серьезная ошибка. Конечно, я понимаю, что там Блэк Холл, вот такие узкие проходы, Виномансер может быть с пользой новой, но у вас-то просто Магнус прыгает, и все, ИГГ. Виномансер тоже, между прочим, покупает Мидас. И на дистанции эти герои, такие как Воид плюс Виномансер, они будут иметь очень много фарма. А вот кто вчера так делал? Кажется, не No Digity, а... Кайпи. Возможно, Кайпи. Покупали, да, два Мидаса, вот на... На Виномансере был Мидас у них в первой игре против Эмпайр. И еще на ком-то. Еще на ком-то. Ну да, там... Вот, так они за счет этого как раз тогда и выезжали, мы помним, потому что графики все равно так потихоньку-потихоньку, но вверх шкреблись. И у этих героев дефицита денег, в принципе, как раз-то и не было. Просто очень много фарма забирают, понимаешь, на карте. Есть и Нигма, которая Лиса всегда фармит, юзает Айдалонов, отправляет их по спанам, профармливает их. Войд старается, конечно, на линии стоять, но суперглубоко он тоже заходить боится, потому что там и Финсгрипп, и РП, и там Дум имеется, его могут забрать. Клинкс это тоже персонаж, которому фарм требуется, и он старается и лейны, и там Лес профармливать по возможности. Ну, то есть не получается за счет этих Мидасов? Нету просто фарма на карте. Ты хотя бы компенсируешь хоть как-то. Если у тебя есть деньги, вот появились деньги за счет там частичного фарма на лейнинге, там то, что Ферсблат сделали, ассисты получили, Рошана забрали, там вышка на боте упала. Накапала денежка, пожалуйста, Мидас первым слотом, реализовываем преимущество. Все верно, есть такая тоже штука. Тут ты тонко очень подметил, что действительно очень много людей забирает фарм, поэтому Мидас помогает хотя бы немножко этот застой компенсировать, если ты вот не имеешь возможности выйти на линию. Сейчас Мидасов воет вообще очень глубоко играет, то есть глубоко под вышкой стоит. Но у Диггити уверены в своем лейте на триллион процентов. Там Энигма, Воид, все вот эти геймченджеры и все такое. Но я бы не сказал, что у ПРов нет шансов в лейтгейме. У них все-таки, как я уже упоминал, сквозь БКБ пробивает и Дум, и Бейн, и тот же Магнус. Поэтому Энигме будет прям совсем тяжело хоть как-то реализовать свой Блэкхолл. И придется вести ориентир, мне кажется, изначально на Воида и Клинкса с Реником. То есть Энигма это будет такой запасной вариант, если получится. Так, вот скан у нас очередной используется в этот раз с Радиантами, но никого они не обнаружили. А не хотят ли подраться с Аегисом, ребята из Ноу Диггити? Понятное дело, что Эра хочет дофармить свой Дезолятор. И похоже, этого Дезолятора у него еще не будет очень долго, потому что ему нужен второй Митрилхаммер. Ему нужно там еще других составляющих подфармить. А Аегис к тому времени уже кончится. И тут вроде бы как и Блэкхоллы, и Хроносфера, и все имеется. Мека на месте. И вот, пожалуйста, смотри Смоук. Рисует траекторию, по которой Ноу Диггити будут заходить в Мит. Таймволком прыгает Кежа, чтобы быть чуть-чуть поближе. Так, вот Райза могут тут поймать. У него есть... У него Блинк в КД. Эра его находит, пытается раскидывать. У того есть Скивер, но тут его принимают в распростертых объятиях. И даже будут без Блэкхоллы или Хроносферы его забирать. Не хотят тратить, ребята, скиллы. Правильно делают. Да, грамотно тоже раскайтили. А тут еще и... А вот на этого можно и Хроносферку поставить. Да, Хезу тоже так подумал. Подходит Эра на краешке Хроносферки. Через Стрейф Дума убивает. Да, без тоже проблем вообще каких-либо. И еще и Тир-1 заберут. То есть выход получился вообще очень крутой. Причем получился крутой именно потому, что не потратили толком-то скиллов. То есть, по сути, одну Хроносферу там всадили и все. Можно еще поковыряться с Т2-вышкой. Только надо будет уйти. Потому что, когда заспаунится Магнус, наверняка тут будет месиво кровавое. Если он туда прыгнет, туда плюс еще Дум войдет. Ульт Нейчерс Профита, который в КД, правда. Ну и Хаунд, не стоит забывать, тоже у Спектра имеется. Поэтому ребята из Power Rangers сейчас должны потихонечку стягиваться. Неужели они просто отдают вышку? Боже мой, они просто отдают вышку. Да-да-да, очень-очень пассивно играют. Ну смотри, а как они могут зафиксировать? Вот сейчас спаунится Магнус. Это вполне понятно, что он летит там на центр с телепорта. Прям может совсем в наглую, да, там на Т2 на это уже лететь. Но он Лип ловит там на голову какой-нибудь Black Hole сразу же, а там уже дело за Бэйном. Бэйн может просто оказаться там, не знаю, вне позиции. Плюс рейндж у Финс Гриппа не такой-то и большой. Вот я смотрю. Без Линзы будет очень тяжело здесь Джеймсу. Да, Линза нужна. И обратим внимание на Кежу. Он купил себе колечко Регена. У него было там тысяча золота с лишним. Думал, ну сейчас я потихонечку куплю себе Владмерс. Что-то забрал две вышки, забрал двух героев. У него на руках 2 800 и 2 900. Подумал, а может лучше Радианс купить? И мне кажется, Кежу будет прав, если купит Радианс. Потому что против Nature's Profit и против Спектра это реально очень крутые слоты. Да, и можно действительно либо Радик, либо сразу же в Манту выйти. Вот в тот такой не хардкорный, да, хардкерный билд. И он тоже будет прав. То есть и что Радианс, что Манта Стайл, мне кажется, здесь имеют право на жизнь. И посмотрим, какой выбор сделает именно Войт. Вот Кежу пришел на респаун. Если он хочет купить Радианс, он может это сделать здесь и сейчас. Вот, если не хочет. Да, он продал Пурман Шилд. Думаю, так. Купил все-таки Яша. Ну ладно. В общем-то тоже неплохой выбор. Падает Аегис и появляется Дезолятор. Когда Войт такой темповый, то против него очень тяжело играть. Помнится старые добрые времена, когда Войт был именно хардкери. И тогда, если у Войта были вот подобного рода слоты, он уже был очень опасен. Тогда еще ему, правда, любили Момчик покупать. Но я вот смотрю, он и без Момчика с Мидосом и Яшей очень бодро так разваливает. Плюс еще ПТ там на Агильте. И у него там 0.69 скорость атаки. Это неплохо, учитывая то, что по сути у него вообще топ-тир артефактов еще и нет. Которые ему дадут реальный атак-спид. Я имею в виду там бабочку, например. То есть, в принципе, у Войта все супер хорошо. Если он найдет какого-то Фуриона там или Бэйна, он в Соляново его спокойно убивает там за хроносферу. Либо с минимальной поддержкой там команды. Террорчик какой-нибудь сверху закинуть. Или там Клинкс будет рядом. И ребята из Ноу Диггити собираются атаковать Т2 на боте. Что у Спектры. У Спектры 2000 золота. Вот Гадем как раз-таки, судя по всему, хочет Родиан скупить. Либо он просто копит на Яшу райт-кликом. Поскольку слоты, те, которые имеются у него сейчас, они все ему нужны. Ему нужна и урна, и драмчики. И тут телепорт, пурманшилд, чтобы быстрее фармить, терпеть от крипов. Ноу Диггити просто не встают в одну кучу, чтобы Магнус их не поймал в РП. Они стараются как-то рассредотачиваться. Долбить вышку там при помощи идолонов и вордов. Ну, сейчас они, конечно, стоят очень-очень близко. Но они просто понимают, что оппонент не собирается дефать. Приходит сюда Кежу, не успевает поставить хроносферу. Никто вообще ничего не успевает тут поставить. Бейн даже, кажется, свечку не успел поставить. Поймали Гадема на боте. Что он тут делал? Его в другом месте где-то просто поймали, что ли? Не, он просто полетел почему-то вниз. Или, погоди, его тут изначально поймали. Мне кажется... Его, походу, просто поймали. Мне кажется, что просто... Ну, в общем, блэкхолл на боте в Чеширского кота. Это первый блэкхолл за карту. Да, он не смог забрать вышку. Заденайл ее в итоге Кежу. И три фрага вот на ровном месте делают сейчас ФР. Еще и вышку не забрали. Сыпятся, сыпятся. Пау Рейнджер сразу видно. Потому что, опять же, знаешь, как-то безидейно. Вот почему этот герой был там? Почему этот там оказался? А как вот этого забрали? Обычно там, ну, в играх ты понимаешь примерно, почему так произошло. Ну, ладно, Фурион, как бы он Фурион. Он там вышку пушил, все ясно. Спектра вот так вот в хаунте погибла. Это при том, что убивала ее там кто? Энигма? Не, не Энигма ее. Я вообще не следил за Спектрой. Там происходила драка в миде. Такое иногда бывает, когда Спектру ловят в каком-то моменте. И она использует хаунд для того, чтобы уйти на другого героя. Уйти от ганга. Но в той ситуации я не уверен, во-первых, что это было так, потому что драка была в миде. Потому что ее и Спектра там не было вроде бы. Да, вроде бы как. А может она поражала хаунд, хотела помочь в миде своим тиммейтам. Там все-таки драка. Может как-то отвлекся. И скликнул на бот и появился не в... Ну, короче, произошло что-то несуразное. Главное то, что это Спектр погибает и теряет деньги, теряет фарм. Я только что обратил внимание на то, что Power Rangers играют также с двумя мидасами. Один на думе появился только что. Второй на Nature's Profit уже достаточно давно имеется. У чеширского кота ребята пытаются золотом... Ну, как-то держать все-таки золото на нужном уровне, но получается это слабо. Да, получается слабо, потому что вы фидите регулярно и получается слабо... Смотри, Синдрен поймает? Нет, не поймает. Там заревилился смок, но вот эта вот фишка Рамзеса фармить с Клифа. В то время два спауна. Ну, я не знаю, может, это не фишка Рамзеса, но я очень много игр видел от команды Empire, где именно Рамзес так поступает, и он на Фурионе очень часто играет. Поэтому у меня с таким моментом только вот Рамзес пока что ассоциируется. Он ассоциируется, да. Ну, смотри, только что сканы использовали, ПРы, они обнаружили то, что... И Фурион как раз такой говорит, слушай, а может быть, меня там могли, наверное, и убить? А ну-ка, я проверю. Проверил, обнаружил, что там было много людей. И, в принципе, мы видим, что пока пытаются ПРы вполне логично избегать драк нормальных, потому что они пока что объективно слабее. Но когда они станут сильнее, я не знаю, дружище, потому что, ну, вроде бы они разминяются вышками. Мне кажется, будут дефать. Возможно, когда спектра станет совсем вот сильный. А будут дефать. Смотри, обзор телепортируется на бот, здесь уже рядом Кежу, он, по крайней мере, будет вышку динаить. Он прыгает очень нагло, лупит пеньков, не боится финсгриппа, не боится дума. На топе, тем временем, Гадем его свапают, дают стан, дают вэлло в дискордер. Бой от Райза просто великолепный. И Найтмар от Бэйна тоже был не самый плохой, но спектру в итоге убивают. Убивают и Клинза. Здесь должен погибать Койко, минус два от Пауэрэйнджерс. Синдерен зажался в лес и с ним тоже расправились. Вот тебе и геймчейнджеры. То есть, неважно, насколько вы там опережаете по Нетворсам, просто прыгает Магнус, и вы трое в обнимочку стоите и ничего не делаете. И сейчас Райз сыграл очень круто. Спектру там, правда, заживало в итоге, но она там до последнего пыталась хоть как-то дамажить и вносить свою лепту в этот замес. Где мой там файт-рекап? Яды, как обычно, висят, ничего никто не показывает. И мы видим то, что действительно, 3000 разницы по Нетворсам без малого, 1000 зарабатывает Бэйн, там по 500 голды Фреону, Магнус и Дум. Это уже приятненько. То есть, вот такие моменты, они мораль поднимают хотя бы немного. Хотя бы какие-то файты начинают Power Rangers выигрывать после двух проигранных встреч, после двух проигранных стычек, имеется в виду на этой карте, появляется... Блин, что происходит? Курьера убивает прямо здесь, а наказать нет. Есть Black Hole. Я бы даже дал Black Hole ему. Он даст, мне кажется, ему Black Hole, если сильно понадобится. Да давай Black Hole. Ты чего? Ну, Чешир даже не тпшился, он понимал вообще, к чему все приведет. Но я думаю, что это его более-менее устраивает. То есть, ты забрал Курьера, ты забрал Black Hole. Когда у противника нет Black Hole, он автоматически уже думает, блин, зачем драться, у нас одной из самых крутых последних нет, мол, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но это не мешает забрать Рошана сейчас, но в Диггете... А, это уже другая ситуация. Третий Мидас у Power Rangers на Бэйне. Главное не переборщить с этими Мидасами. Хотя, я думаю, Диман, который Light of Heaven оценит определенно. Кстати, хочу многих либо порадовать, либо просто уведомить о том, что мы с ним будем комментировать эти квалификации, но это будет послезавтра, кажется, аж. На Китае, на Европе? На Китае, на Китае мы с ним будем. Я думал, на Европе вы будете с ним работать. Нет, нас с ним воткнули на Китай. Очень странно, между прочим. Я думаю, что многие хотели бы вас услышать на Европе. Там, получается, сами Valve делали расписание. Вот если люди обратили внимание, очень много сейчас вот этих так называемых комьюнити стримов. И им занимались конкретно Вольво. То есть, и они всех нас вообще взяли в охапку, в перемешку, и Рухаб, и Старладер, и вот вас тоже, как бы, ребята, и всех-всех-всех остальных. И в итоге всех замешали в одну такую здоровенную кашу. Может быть, на Интернешнл, или это будет даже более централизовано, я имею в виду на квалификации к Интернешнл. Пока еще непонятно. Ну, это первый опыт, по сути, такой. Да, это первый опыт, поэтому, возможно, вот такая неразбериха с 86 каналами, там, на одном языке, возможно, в следующий раз, на следующей квалификации будет что-то более, не такое, не знаю, загруппированное. Вот как сделали, например, наши английские, англоязычные друзья, которые сделали один общий хаб. То есть, кто его знает, да. То есть, вот они сейчас там все вместе собрались у БТСов где-то в Лос-Анджелесе, кажется, и там кучкуются. То есть, кто его знает, возможно, и в русскоязычном сегменте появится нечто подобное. Я пока этого сказать не могу, я сам, не знаю, для меня это самого все в новинку. Сакрад Релик появляется у Спектра, используется Хаунд, убивают Юбзора на топе. Можно было бы попытаться его задинать, два телепорта моментально от ПРов, нечем сбить. Ну, кстати, хорошо, что они отсюда улетели, потому что уже Клинкс был на месте, он бы там поуничтожал. Плохо ребятам на фонтане, не могут они нормально регениться. Вейл плюс Ульт Виномансера даже под фонтаном не дают, смотри, как плохо. Смотри, как дамажит. И появляется книжечка у Дума, чтобы побыстрее набрать левел, побыстрее иметь шестнадцатый. Интересно, что захочет купить себе Бигнум. Это в теории может быть какая-нибудь Шива, это был бы стандартный артефакт. Шиву, кстати говоря, ой-ой-ой, Эра-то нарезает Ширского кота. Очень мало миссов было с лоу-граунда на хай-граунд, поэтому с ним расправился. К тому же у него есть Аегис. У ребят из Power Rangers нету хаунта, нету Дума. И будут, похоже, пытаться, но у Диггити сейчас цеплять. Но никого они не видят, поэтому выцепить кого-то будет сложно. Эра, конечно, пытается найти. Бонни, конечно, он очень опасен. Он очень шустер сейчас и очень агрессивен. Ему, правда, бы еще на эти 3000 купить что-нибудь, я не знаю, кристаллист какой-то. Но и тогда он вообще варншотить будет добрую половину персонажей. Так-то тут жирных пацанов пока практически нет. Самый, наверное, уязвимый пока это Goddem, за которым, кстати, и отправляются. Судя по всему, увидели его перемещение на этом варде. И сейчас у Goddem могут быть проблемы. Он спалился на варде, но он такой, типа, в другую сторону, как будто он не в курсе, где находится Goddem. Но сам-то Goddem понимает, что это может быть... Попадалово? Да, делает отсюда просто телепорт. Ну, хорошее место выбирает, то есть улетает на топ, на абсолютно противоположную линию той, где концентрируются силы противника. И как раз вот здесь он должен будет доформить на свой Radiance. Так что у Спектры появляется Радик. Это важный момент. Момент немножко затянулся. 26, там, 20. Но, учитывая то вообще, какая была плачевная ситуация у Power Rangers. Вот была совсем недавно. Они проигрывали там уже 9 тысяч Networx, а сейчас они летят 5. И появляется вот Mjolnir, появляется Radiance. Очень много вот такого вот урона неприятного. И магия вот эта с молнией, которая будет и Виномансером метелить хорошо. И там Void будет очень сильно страдать. Короче, ситуация для Power Rangers реально налаживается. Я даже не знаю, что захочет купить себе Эра. Кристалис или Black King Bar, чтобы он не жёг Radiance, чтобы Brains Up и всякие там скиверы по нему не работали. Молнии не били. Хотя там огромное количество скиллов, которые Black King Bar и пробивают. Тут уже выбор самого Шведа. Что он предпочитает? Стойкость или урон? Надёжность или безумие? Я не знаю, как это ещё можно охарактеризовать. Кстати, смотри, вот о чём я хотел сказать. Мы вот тут рассуждали на тему там блинка на Enigme. Но я ведь совсем забыл, что Spectra всё-таки присутствует в пике. Поэтому у Enigme будет тяжело врываться. И я вот посмотрел на Void, и ведь залог успеха для PR один. И он весьма и весьма прост. Нужно всегда нападать первыми с ульты Spectra. Всё. У тебя есть Vision. У тебя есть для Magnus площадка, куда он может врываться. Для Ульта Вориона тоже есть возможность. И для Ульта Вориона. Именно, именно. И, соответственно, у Void нет такой прыти для того, чтобы влететь. Enigme может заходить только пешком. Но мы видим, она это уже давно осознала. И поэтому у неё блинка, кажется, и не будет в этой игре. Так что, ладно. По поводу блинков. Да, тут всё понятно. Если PR будут всё делать верно, они будут вообще неактуальны. Эти блинкдаггеры. Но, с другой стороны, если Void прыгнет первый, то плевать там на эту Spectra. Что у неё там? Радианция, не радианция? Так, что там у нас с Хадреско? Ну да, это будет пайп для Enigme. Пайп против Радика очень хорош. Очень приятный такой. Да, впитывает дэмэдж. В Смоуке идут Ноудигити во вражеский лес. Много вардов у Ноудигити здесь и своих имеется. Но Смоук позволяет пройти незамеченным. И вот могут напасть на кого-либо сейчас ребята из Ноудигити. Но очень далеко Void. Это герой, который должен прыгать первым, а не Enigma. Если заревилится Смоук, это будет... Да, и обзор. Всё, заревилил Смоук. Юзает Стан. Поле. Поле заюзал. Ну, сразу Бигдум отсюда решил уйти. То есть, понятно, что Джеймс тут будет погибать. Досадное Мидос не использовал. 44 секунды кулдауна потерял. Сейчас фактически. Для Бэйна это действительно обидно. Что у него и так проблемы там с деньгами. Ещё один Блинк Даггер. Ещё больше уязвимости. Потому что когда вот такая фигня происходит, блин, это настолько жёстко. То есть, ты прикинь, там 3-4 Блинка, это 8 тысяч, там почти 9 тысяч Нетворса. Да. Ты просто вырубаешь 9 тысяч Нетворса одной кнопкой на спектре. Это достаточно жёстко. Это вот такой микромоментик, но очень важный микромоментик. И если ПР это понимают, если ПР будут грамотно читать игру и вот эти, там, знаешь, пару секунд до драки, если они прочувствуют их, то драка может быть вообще полностью в их сторону и без шансов закончиться. Надо Войду начинать как-то работать. Похоже, что решил у нас Клинкс купить и не Кристалис, и не Блэкинг Бар, а просто забрать себе МКБ. Он как раз-таки нивелирует действие радианции и позволяет дэмэдж получить. Это что-то тут среднее, мне кажется, между БКБ и Кристалисом. Хотя ХП не даёт, иммунности к магии тоже не даёт, поэтому сложно сравнивать. Ну, зато быстро можно убить кого-то в хроносфере. Вот сейчас Эра будет хавать крипа. Что у нас по Рошану? Рошан заспавнится через 1-4 минуты. Нужно как-то за него подраться, наверное, что Power Rangers, что No Digity. По смокам мы видим то, что у ПР в смоук есть и у команды No Digity смоук тоже есть. Значит, будет стычка. Если, конечно, ПР не захотят его отдать, потому что они уже так поступали, что на предыдущей карте, что на этой. Просто на халяву отдавали сопернику Рошана. Если на предыдущей карте драться было очень сложно с оппонентом, там откровенный аутпик был, то здесь, ну, я считаю, что можно попытаться. Всё-таки и Магнус, и Спектра. Ну, всё это в Рошпит. Ну, да, 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 да. То есть тут и одни, и другие могут нормально сейчас подновалюнькать. Так, ну и где же? Где же, где же, где же сейчас замес? Ладно, замес пока не будет, пока действительно ещё Рошан не появился. Но всё же игра потихонечку должна подходить к этому этапу. Вот мы видим, Фурион уже весьма тактично пушит топ. И это важно, потому что это такой, скажем, таймер для дайеров, которые обычно заходят на Рошана. Кстати, Синдерен спалился вместе с и обзором. И Койква тут летит. Да отстаньте вы от Джеймсов. Хватит, хватит, ребята, остановитесь. Поставил Синдерен Вард, но Вард это очень плохой, поскольку есть гем. Его очень быстро раздевардят. Так, на топе что? На топе гонится за Чеширским Котом. Это будет Хроносфера. Спектру тем временем забрали. И посмотри, как Кежу в Соло пытается убить Нейчерс Профита. И у него это получается. Там пара баши очень сочных. И в итоге, да, это минус. Так вот, видим, что у Нудигги есть одно преимущество. Они в Солянова способны убивать топовых коров. Это серьезный косяк для ПРФ. У ПРФ тоже, они как бы с одной стороны вроде бы кто-то один может бежать. Например, Doom. А туда потом подключается и Спектра, и Нейчерс Профит. Все-таки это тоже такая комбинация очень опасная. Но все же у ПРФ больше идет ориентация именно на... Ой-ой-ой, спалили Магнуса здесь, да, Гэмбл и Виномансера. Так вот, у ПРФ ориентация именно на Тимфайт. А вот у Нудигги и очень хороший пиков присутствует, помимо Тимфайта. Да. Очень несвоевременный пайп, как по мне. Потому что на данный момент Power Rangers драться не должны. Они должны дожидаться Спектры. Но вот где-то за 5 секунд до респауна Спектры лучше будет отойти. Потому что будет РП. Вот оно, пожалуйста, за 7 секунд ладан до респауна. Эру подцепили, финсгрип. Очень сложно как-то помешать этому. Эра спасается, ему дают грифзы. Сейчас будет Хаунд с Радиенсом. Блэкхол от Ебзора в двоих игроков. Но дамажить, походу, просто некому. Милишный барак в итоге забирают. Выиграл немножечко времени Ебзора для своего коллектива. И посыпались, посыпались, посыпались. Но у Диггити. Но свою цель они выполнили. Там уже еще раз. Подожди, подожди. Нейчерс Профит делает телепорт. Хочет догнать Койку. Койка прячется. Делает очень наглый ТП. У него был блинг. И уходит. Последняя тычка не долетела от Чеширского кота. Там не было Воида в этой дре. А Воид лесок свой фармит. И много. Там уже пш-пш-пш. Эти крипчики, бабки. Четыре с половиной тысячи. В итоге Косарику, по сути, там заработала там Спектра. И еще там пару ее тиммейтов. В общем-то, я бы не сказал, что у Ноудикки есть большое количество попыток по вот такому вот авантюрному заходу на хайграунд. Что если они нафидят либо там Дума, либо Спектру еще разочек, у них будут очень серьезные проблемы. Потому что сейчас-то они заходили на базу, по сути, без двух героев у противника. То есть они сделали пару пиковов, и все было хорошо, и там преимущества, и прочие там вещи. А сейчас, когда начнется действительно драка 5 на 5, на которую пик Power Rangers и ориентирован, мне кажется, у Ноудикки может быть совсем мало-мало шансов. Вот Энигме. Пора Энигме что-то покупать нормальное. Как тебе саппорт Энигма 173 крипа? Ну хорошо. На 33-й минуте. И при этом, посмотри, вот она по Нетворсу внизу, фактически, вместе с Магнусом, а у Магнуса тоже, кстати, немало, у Магнуса там 143. Ну, потому что Ебзор, мне кажется, занимался саппортингом как таковым. То есть и варды ставил, Куру, я не знаю, Аполлон или нет, он уже который, ну, смоук это дешевое, в общем-то, приобретение. Но и у Винги фарма много, посмотри. То есть Синдерен, он вроде бы всегда являлся саппортом пятой позиции у командного Диггити, но имеет фарма очень-очень немало. Хотя он реально, но по Нетворсу, там у него мало золота, быстро забирает третьего рожана. Магнус линзу покупает. Это как? Это зачем? Не знаю, чтобы с Кивером дальше, ну, чтобы... Ну, типа, да, по сути... Или как, погоди, нет, на Скивер... Влияет, влияет на Скивер. Влияет. Должно. Ну, это как на Драгонслейвы всякие разные. Ну... Но на РП точно не влияет. Да, это 100%. На РП вообще физически это не может влиять. Дэмэдж от скиллов сильнее. Опять-таки, шок-вейв. В общем, ладно. И Райза это герой, который на Магнусе все время играет. И тут парень точно знает, что он делает. Ну, ему виднее, да. Как бы... Хотя... 3-2-2? Иллюминаты? Не знаю. Появляется Блинк на Энигме. Мы потом... Блинк тоже уже пишет точки. В общем, если нас слушают наши аналитики, пусть расскажут. Да, мне просто интересно. Не, я понимаю, что, допустим, там с Кивера все дела, можно там дальше уехать. Это понятные вещи. То есть, действительно ли Линза за такие деньги стоит ее покупать на таком герое? Так, у нас там Чеширо убили тем временем. В очередной раз. А тут еще Бигнум сидит. И это без Блэкхола, это без Хроносферы, без вообще каких-либо скиллов. Парня просто забрали и... Ну, позиция... В усы подули. Позиция, на самом-то деле, не самая плохая была у Фуриона. Я к тому, что очень далеко он от базы умер. Поэтому пока сейчас нау-диггите дойдут. У него будет не так много времени на таймере, на респаун. Но нау-диггите стараются. Ну, блин, вот я читаю, increases spell cast range. Ну да. Спел cast range, а cast range у Скивера... Блин, мне все равно кажется, что... Блин, сложно. Вот не сталкивался я с таким на своих 6К. Работает ли Линза на Скивера? Понятно, что то, что шоквейв работает, это вообще понятно. Я думаю, тут без вопросов. Остальное интересно. Спросим, спросим мы у наших аналитиков. Для этого они тут... Вообще, агоним на Магнусе очень жесткий. Причем в таком пике, мне кажется, он был бы действительно неплох. Тут и Дум руками может бить, и Спектра, и остальные персонажи неплохи. Тем временем уже вгрызаются в хай-граунд. Ноу-диггите. И действительно забирают Т-3 вышку. Нету Nature's Profit. Аэра просто один бьет сейчас. Какая пауза! Дискорд. Походу, кто-то забыл Вейл кинуть. Шутка. Опять у кого-то вылетел Тимспик. В данном случае Дискорд приложение. Готов, Эра. А вот теперь момент истины. Потому что уже всем понятно, что сейчас будет происходить. Внимательно смотрим, кто на кого будет нападать. И Магнус заезжает. Увозит. Нет, пока не увозит койку. Пошел Блэкпол. Бигнумы и Райза. Виномансеру льтит. Хроносфера тоже неплохая. Магнус на итоге делает байбэк. Дум тоже уже делает байбэк. Но сторону уже потеряли. Короче, провал для Power Rangers. Они только что прожали два байбэка. Прожали все свои скиллы. Но у Диггити. Убили еще и Нейчерс Профита. Нападает воина Бейна. Да все, гг. Типа вообще непонятно, что произошло. Можно идти, да? Да. Ну, произошла какая-то пауза. Могут, конечно, Power Rangers списать это на неловкую паузу. Байбэк от Нейчерс Профита. Эра только сейчас погибает. У него уже не было Аегиса. Быстро с ним разобрались, конечно. Но опять-таки минус минешний парад. С Войдом ты что будешь делать? Посмотри на этого Войда. Просто машина. У него почти 300 атаки. Он эту спектру сейчас в Солянова уничтожит. Да, по дауре Винги у него дэмэджа действительно немало. К тому же у Кежу есть Клинкинг Сфера, которая появилась буквально там 3-4 минуты назад. Он теперь не боится Дума. Ульт от Виномансера, который еще не был потрачен, похоже. Или драка настолько длинная, что он успел восстановиться с Аганимом. Клинкс убивает Нейчерс Профита после байбэка. И теряют третью линию сейчас Power Rangers. И ничего они с этим не могут подделать. ГГВП пишет Чеширский код. Как и предсказывали аналитики, легчайший 2-0 для NoDigity. Ну, смотря на пик, конечно же. Хотя в этой игре у Power Rangers пик был получше. Да, и шансов было побольше. Но вот не получилось у них сыграть хорошо. Вот эта пауза, я не знаю, насколько она повлияла конкретно на драку. Но было видно, что драки вообще не было. То есть вообще непонятно, кто на кого там должен был нападать. Вернее, Магнус влетел, что-то никого не увез. Вот какой-то сумбур. Сумбур получился. Да, то есть Магнус дал РП в одного героя. Блэкхолл в двоих, хроносфера в двоих. То есть уже получается как-то... Ну, перевес, да, небольшой. Даже если хроносфера была в одного, толком я не заметил в этой драке. Но в целом очередной пик спектры, которую нерфили, не так сильно, конечно. Характер героя остался таким же. Но почему не Джиггернаут? С Магнусом отлично. Почему не Свен? С Ларка забанили? Не знаю. Странный вопрос. Наверное, ребята просто тренировались через спектру. Решили, что не хотят изобретать велосипед. Она тоже более глобальная, вот под Фуриона, возможно, какая-то такая задумка была глобальная. Ну, не совсем понятно, действительно. Но в любом случае, имеем то, что имеем. Победа на Удигите 2-0. Ребята продолжают очень уверенно идти по своей группе. Я думаю, что результаты потом этих групп, естественно, появятся у нас на аналитике. Ребята их еще раз поразбирают. Ну и, кстати, об аналитике, возможно, стоит передать слово. Мы просим пояснить, пожалуйста, за эту игру нашу студию аналитики. И линзу, в частности, передаем слова им.